Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня мы поговорим о художественной школе, потому что очень многие родители всегда стоят перед выбором, куда отправить ребёнка. В наших программах мы рассказывали и о спорте, потому что Люберцы – это территория спорта. Понятно, что это важно. И о всевозможных школах искусств, и, скажем, как раньше говорили, кружках, секциях. Также говорили о хореографии. Ну, в общем, самые разные варианты. Но сегодня к нам пришли представители детской художественной школы городского округа Люберцы. Ну, прежде всего, директор Дмитрий Шапошников и Василина Анатольевна Подшиваленко, который тоже является педагогом художественной школы, а во второй части мы ещё непосредственно с ученицей тоже пообщаемся, потому что преподаватели там могут всё красиво рассказывать, а вся правда-то там. Дмитрий Ильич, скажите, чем детская художественная школа отличается, ну, я не знаю, от музыкальной школы? Ведь вроде бы тоже искусство, ну и... То есть я должен уметь писать, рисовать, потому что рисовать и писать – это же разные вещи, я это точно знаю. Лепить. Лепить. А, да, лепить. В том числе. Да, ещё же скульптура у нас есть. Но скульптура же, знаете, как в музее, всегда немножко вторично для обычных посетителей. В основном полотна. Всё зависит от желания, от способностей. Кто-то становится великим скульптлером, кто-то становится живописцем, кто-то графиком. А кто-то зрителем. А кто-то зрителем. Очень много выпускников нашей школы вернулось к нам в качестве педагогов. Значит, нравится. Нравится, поэтому художественная школа даёт возможность не только творить, но и работать в педагогическом, скажем, направлении. В педагогическом направлении. Я так понимаю, что в истории искусства это очень важно. То есть возьмём практически любого русского художника, да, своих, возьмём своих. Обязательно где-нибудь в биографии есть. Поехал в Италию или мастер такой-то посоветовал, поработал с ним. Вы уже знаете, как это профессионально называется. То есть есть некая такая общая школа. Конечно, наверное, есть люди, которые тихонько сидят у себя в келье художественной и чего-то там соображают. Но в основном всё равно школа, да. Потому что даже есть само понятие школа такого-то, школа такого-то. И музей, да, сейчас выставляют. Вот, Василина, скажите, пожалуйста, Василина Анатольевна, что такое вообще для человека художник? Ну, он же просто написал чего-то, да и всё. Вы знаете, это целое призвание, и это целый такой жизненный путь, я бы сказала. Вот чем мы отличаемся от других школ? То, что мы прививаем детям видение изобразительного искусства. То есть в нашей школе дети проводят очень много времени. Мы с ними и летом на планерной практике. Учим их наблюдать природу и правильно её переносить на лист с учётом своих внутренних ощущений. То есть не просто срисовывать, а именно... То есть я так вижу? Да. Работает это можно, да? Это можно, но в заданных параметрах определённой направленности школы. Хотя, в принципе, рамки у нас достаточно гибкие. И ребята, конечно, постоянно на связи находятся с преподавателем. То есть зачастую на уроках изобразительного искусства мы не только говорим об истории искусства, о правильности выполнения заданий, но ещё прививаем детям какой-то нравственный взгляд на мир. Ну да, общее воспитание. Потому что совсем по-другому человек будет наверняка по взрослой жизни себя вести. Да, конечно же. А сколько у вас... Как проходит вообще занятие? Как это устроено в системе? Ну, у нас есть разные программы обучения. У нас, в принципе, мы обучаем учащихся с 5 до 55 лет. Да вы что? Да. Даже я попадаю ещё, представляете? Всё, буду с Дмитрием Юрьевичем договариваться. Ну, смотрите, у нас с 5 до 11 подготовительное отделение для деток, а дальше в 11 лет они сдают экзамены для поступления в детскую художественную школу. Два экзамена у нас по живописи и, ну, это больше можно назвать композицией, и по рисунку, вот, по результатам которых дети поступают в основное отделение. А что вы там смотрите? Есть ли способности? Ну, скажем так, мы смотрим на глазомер, развит или нет, и это что касается рисунка, да, экзамена по рисунку, да, также как ребёнок видит объём, вот, видит ли он пропорции. Далее мы смотрим, например, в композиции уже во втором экзамене, мы смотрим, насколько ребёнок умеет творчески мыслить, потому что это творческое задание, если натюрморт он рисует с натуры, то именно композицию он делает по воображению. Как он может свои мысли не словами выразить, а навести? Вот это самое интересное, наверное. Да, конечно же. То есть не копиист, как мы выяснили, здесь такой, когда копию делать. Причём сама тема, с которой в основном у нас ребята приходят на экзамены, это сказочная тема, то есть простор для творчества достаточно большой. Да, просит детская. Хорошо. Дмитрий Ильич, вы всё-таки как директор, как лицо ответственное, скажите, как вот принцип происходит приёма, да, потому что сейчас время такое весенне-летнее, а потом наверняка народ начнёт думать, как, куда записывать, и что должно быть? Мы поняли, что, ну, ребёнок должен себя показать с этой точки зрения. Вот какие-то документы, как это всё оформляется, как к вам попасть в школу, короче говоря? Проще всего зайти на наш сайт. Так. Если в поисковике создать запрос детской художественной школы, мы находимся в Люберцах, да, в первой же строке, в результатах появится ссылка на наш сайт. Там всё абсолютно подробно записано. Если вдаваться в детали, то первый шаг – это регистрация через портал mosrek.ru. Да, государственный. Государственный портал. То есть не нужно вот лично приезжать, что-то привозить с собой для начала? Для начала нет. Так. Для начала нет. Но, естественно, после необходимо будет подъехать родителю либо представителю ребёнка. Это в данной ситуации, если у нас открыт набор с 15 апреля до 15 июня. То есть, кстати, попадаем ещё, да? Да, конечно. И в июне привозятся документы, фотография, справка от врача о том, что можно посещать художественную школу. Ну, нет, там аллергии, накраски и прочее. Ой, да, кстати, это же такой вариант. Варианты. Как интересно. И после вот эти документы представляют, и ребёнок записывается. Записывается в школу. У нас, как сказала Василия Анатольевна, есть подготовительное отделение и есть основное отделение, бюджетное, куда мы принимаем с 11-12 лет. И, кстати, у нас есть экспериментальная программа «Двугодичное обучение». Двугодичное обучение – это более плотное обучение. Это возможность сконцентрирования. Почему мы в своё время решили его вести? На той причине, что бывает, ребёнок к 11 годам не понимает, что у него стремление есть к художественному образованию или к творчеству. А его никто не направил. Не направил. И вот ребёнку исполняется 13-14, переходный возраст. Да, да, да. И вот появляется у человека желание. Такое может быть. Поздновато. Мы берём с 11-12, потому что у нас 5-летнее обучение, а там нужно поступать в средние учебные заведения, высшие учебные заведения. И вот было решено в своё время сделать такую экспериментальную программу. Эксперимент завершился удачно, вернее, он продолжается удачно. И вот у нас есть ещё двугодичное обучение. То есть это уже такая быстрая подготовка. Вот, кстати, у меня такой вопрос, Вячеслав Анатольевич, наверное, к вам. Одно время, по-моему, сейчас такое есть. Вот возле метро в Москве и здесь у нас тоже иногда стоят люди, что-то научу рисовать там что-то за 5 дней или за 10 минут, что-то такое. Вот. Это что? Ну, вообще-то это больше кратковременные мастер-классы для взрослых, где, в принципе, учащемуся не свойственно мыслить и рассуждать над работой. Он в основном занимается копированием техники, то есть быстрым результатом, когда, в принципе, знания ему даются, то есть ему рассказывается, как добиться такого результата. А чем интересна наша школа, что мы учим именно размышлять глубоко, чтобы человек, закончив и пройдя наше обучение, мог творить сам. Вот в этом, собственно, и разница. И, кстати, хотела бы дополнить, помимо двугодичного обучения, чтобы немножко по возрасту, основное отделение у нас лет до 17, но мы принимаем участие в программе активного долголетия. Поэтому я и сказала, что мы до 55 обучаем, но это в основном как кружок дополнительный, считается, на базе уже Дом ветеранов, правильно? Да, но дело в том, что я помню, у нас приходили представители и организаторов, и сами участники. Дело в том, что это практически уже на уровне психолога в этой истории разрабатывается, что иногда люди даже в 70 лет вдруг, неожиданно, получив какую-то приличную порцию уроков, назовём это так, вдруг начинают что-то писать. Иногда вполне себе похоже. То есть возникает вопрос, Дмитрий Ильич, наверное, вам почти в каждом человеке что-то такое художественное заложено, просто он об этом не знает? Несомненно, я абсолютно согласен с этой фразой. Я по первому образованию высшему психолог. Я попал в точку. Вы попали в точку, да, я этот вопрос изучал. Кстати, следует упомянуть, что медики доказали, что дети, которые занимаются в художественной школе, как правило, более успешны автоматически в школе обычной по своим основным предметам, особенно по математическим предметам. Расширяется у них как бы вот эта зона памяти. Скорее структурируется. Скорее, я думаю, структурируется. Более того, наверное, многие слышали, что детям гиперактивным часто психологи, либо нейропсихологи советуют отдавать в кружки по рисованию, либо в художественную школу, как более уже серьезное заведение. Повторяюсь, мы не кружок, мы все-таки детская художественная школа. Довольно серьезный. Да, довольно серьезный институт, я бы так сказал, образование. Но вернемся еще к скульптуре, а то так подумают, что я обидел ее, потому что в тех же музеях Ватикана есть вот эта правая часть, там идешь, просто невероятное количество, ты как будто бы идешь среди скульптуры с разных веков и так далее. То есть какие направления художественные есть, основные, в том числе и скульптуры есть, да? Смотрите, у нас есть направление керамика, керамическое отделение. Да, потрясающее отделение. Мы, кстати, в прошлом году занимали гран-при международного конкурса Бежельского. У нас школы очень часто участвуют в областных международных конкурсах. У нас более 100 участников от школы участвовало в разных конкурсах. Более 30 учащихся стали лауреатами-призерами. Также мы принимаем участие в окружных конкурсах на базе городского округа Люберцы. Более 30 учащихся у нас заняли призовые места. Что касается программ. У нас есть керамическое отделение, в котором проходит рисунок, живопись, композицию. Скульптуру и также историю искусств. Но керамика является ведущим, скажем так, предметом. То есть ребят на протяжении 5 лет обучения изучают всевозможные техники. Техники обжига, техники покраски и так далее. И на выходе. Вот у нас достаточно скоро будет защита дипломных работ. Все ребята со всех наших помещений съезжаются в центральный филиал. У нас проходит большой просмотр. Керамическое отделение представляет большие, шикарные композиции. У кого-то там посуду, у кого-то там удивительные светильники. То есть это всё в размере, это не крохотное. Это большой труд. Да, большой труд. Потом надо продажу устраивать, если так здорово всё. Ну да, мы, конечно же, наши работы выставляем на конкурсы, предоставляем на международные. Также мы предоставляем их на выставки. У нас очень часто проходят в городском округе Люберцы большие выставки весенние на 8 марта в Триумфе, в Дворце спорта Триумф. И также у нас новогодняя выставка, достаточно большая, в которой принимают, кстати, не только мы участие, но и школы искусств Люберец в том числе. Вот тут очень важно отметить, мне кажется, что закон туриста. Когда приезжает в какую-то страну, ему хочется купить, ну или, по крайней мере, навязываются некие образы и так далее. Но сейчас мы видим, я уже много раз об этом говорил, какой-то общий набор. Ну то есть прошло уже время магнитиков, слава богу, но фигурки, игрушки, всё немножечко такое маскульт. Но когда это делается, чашка сделана или блюдо сделано, в стране есть ещё довольно большое количество мастерских, которые делают вот эти вот, скажем, там под Белгородом, я был на заводе, он небольшой, он уже частный, всё, но я посмотрел, как делаются вот эти всякие зайцы, потом тарелки, и прям действительно хочется купить. Я к чему? То есть прикладная, то есть то, что мы воспитываем, даем возможность... Дмитрий Дмитриевич, вот прикладная история, а кто-нибудь потом идёт по пути именно художественного? Несомненно. Несомненно. У нас буквально недавно в Люберецкой картинной галереи была выставка нашего выпускника. Многие зарабатывают, многие идут тату-мастерами, если говорить про какие-то молодёжные направления. Зарабатывают ковкой, оформлением домов, оформлением квартир. То есть вы даёте людям профессию, что очень важно. Ну и финальный вопрос, потому что Дмитрий Юрьевич сейчас нас покинет на работу, а мы с Василией Анатольевной и с учеником, видите, гаурка по Фрейду, будем общаться. Дмитрий Юрьевич, ну я так понимаю, что у вас есть ещё и донабор какой-то. То есть и набор, и донабор, то есть у вас какая-то активная идёт жизнедеятельность. Расскажите об этом. Абсолютно верно, потому что не все успевают записаться до июня. Кто-то уезжает в отпуска, на дачи, на море. А потом вспомнили. Потом вспомнили. А время ушло? А время не ушло, потому что у нас есть возможность донабора. С 15 августа у нас открывается донабор, и до 15 сентября абсолютно на тех же условиях, тоже через портал Мусрек можно записаться, донести документы и также продолжить учиться в нашей школе. И, наверное, может быть, приобрести профессию. Кто знает, может быть, действительно своего Леонарда Д'Авинча-то вырастим. Люберецкого, настоящего. Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич Шапошников, директор детской художественной школы городского округа Люберцы. Ну а Василина Анатольевна Почеваленко остаётся с нами. Мы с ней не прощаемся. А присоединится к нам сейчас настоящая ученица. Мы всю правду не узнаем про школу. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. У нас в гостях Василина Анатольевна Почеваленко, преподаватель детской художественной школы городского округа Люберцы. И присоединилась к нам Мария Бегун, ученица этой самой художественной школы. Василина Анатольевна, скажите, ну вот педагог-то он всегда готов поделиться опытом, но ведь от ученика тоже многое зависит. Конечно же. Как вы находите контакт? Знаете, это какое-то такое... Таинство? Да, я бы назвала это так, потому что разные способы. Во время обучения, я говорю, очень много из личного опыта мы рассказываем, делимся какими-то жизненными ситуациями, и с помощью этого налаживаем контакт. Часто на праздниках, ну такая традиция проведения с учениками, да, то есть вот я знаю, что Нина Евгеньевна, Сидорова Нина Евгеньевна, ведущая педагог керамического отделения, она прям вот собирает детей и на Новый год, и так далее, то есть у нас такая семейная атмосфера. И каждый с своей керамикой приходит, да? Не-не-не. А там Оливье? Нет, в керамической мастерской у нас есть класс, и там как бы всё выставочное у нас уже стоят... Образцы? Да, образцы, поэтому мы собираемся часто. Будем подключать Марию. Мария, ну признайтесь честно, притащили вас родители, говорят, будешь в художественную школу выходить? Или вы сами захотели? Честно сказать, притащили. Притащили, да. Всё выбирали между чем-то, но придумали, что всё-таки в художественном. Да. Так, чем мотивировали? Мотивировали, что ребёнок талантливый. Ага. Вы согласны с этим теперь уже? Теперь уже, да. Хорошо, как попали, расскажите. Вы сейчас на каком этапе обучения? Сколько уже лет прошло? Четыре года прошло. Четыре года, так. До выпускного год остался. Уже старослужащие. Ну, получается. Так. Ну, родители, в общем, посмотрели на все мои рисунки и сказали, что таланту пропадать нельзя. Ага. И начали искать, куда талант приложить. Да. Нашли школу. А вы, я так понимаю, пришли на отделение... Керамики. Керамики. А почему керамики, если вы рисовали? Можно же было пойти на художника? Ну, керамика – это всегда звучит интереснее, чем просто академический рисунок. Почему? Объясните. Интересная мысль. Понимаете, академический рисунок, он требует четких правил. А, то есть за рамки не выйти. Не выйти. А керамика предполагает, что тебе надо больше думать. Тебе не надо там заучивать какие-то правила. Тебе надо свое придумать и... Воплотить. Воплотить. Подогнуть под правила керамики. Правильно я понимаю, что можно с одной стороны красивый орнамент сделать, а если там сзади немножко орнамент поехал, то и не увидит никто. Ну, первую часть-то увидим, распишем, да? Это я так понимаю или неправильно я понимаю? Ну, ручное... Ну, ручное творчество, оно же не должно быть, как из-под кофельки. Конечно, должно быть чуть-чуть какой-то... Чем, знаете, как есть изумруды или бриллианты, да? Вот у него должен был маленький брак, он стоит еще гораздо дороже, чем если бы брака не было. Но я сейчас не о браке, я о чем? Я же шучу, безусловно. То есть керамика позволяет взглянуть на творческий мир несколько иначе, чем академический рисунок. Более расширенная история. Да, вы правы. Вот. Я так понимаю, тут я уже, Василина Анатольевна, потому что все-таки подключаю вас. Если ребенок... Есть, например, такое занятие, это я сейчас фантазирую. Когда вы говорите, вот вам, я не знаю, глина, как правильно называется материал? Глина, все верно. На керамике глина. Глина. Вот крути, что хочешь. Кто хочет, вазу пусть крутит, кто хочет, значит, пусть сделает блюдце, кто хочет еще что-то. Есть такие вот варианты? Или все-таки сначала идет школа, а потом уже... Потому что, по секрету, мне сказали, что у вас, да, есть целая какая-то лампа или фонарь, как правильно называется? Светильник. 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 Третий вариант. Вот как к светильнику пришла наша замечательная ученица? Ну, в любом случае, любое творчество, да, оно... Выстроено. Выстроено. И каждое задание – это лишь, скажем так, форма того, что ты должен воплотить, а рамок нет. Ну, то есть, например, изразец. Да. Мы изучаем историю, какие существуют, да, а сам рисунок ребенок составляет на базе своих представлений об историческом, да, образе, да. То есть, это уже свое творчество, если нет задачи именно Копинова. Далее существуют задания такие, как создание, например, сосуда. Вот, да, сосуда же разные бывают. Да, вазы. И там, например, используются абсолютно разные формы. Например, была коллекция с животными. То есть, как встроить форму, допустим, гуся в кувшин, да, или медведя, да. Да, то есть, очень интересные формы стилизационные появляются. Поэтому, в принципе, каждое задание, оно позволяет и технику получить, да, потому что каждое задание, как объемную фигуру сделать, да, чтобы она, в конечном счете, при обжоге не лопнула и так далее, да. То есть, как работать с глиной. Да, то есть, там вообще, на самом деле, это большой технологический процесс. Обидно, если вдруг в самый последний момент, да, как у нас царь колокол, да, лопнул, и все. Да, да. Поэтому, как бы, несколько этапов, и вот подробно все изучается, дети самостоятельно все делают, вот. И потихоньку у них растет и творческое мышление, потому что они воплощают свои индивидуальные эскизы. То есть, они создают сначала на бумаге эскиз, далее они уже создают в натуре непосредственно форму, и дальше очень много технологических процессов. Поэтому коллекции, несмотря что задания одинаковые, коллекции у каждого класса абсолютно разные. У меня сюжет, сюжет «Золотого петушка», дворец царя Дадона. Вот, и так. Персонажи, значит, царь Дадон, напротив, с другой стороны, с другой стенки, это шамаханская царица. Так. И на шпиле сидит «Золотой петушок», виновник всей этой сказки. Ну, шикарно, шикарно. Вот чем интересна работа Марии? Тем, что сам светильник, помимо внешней атрибутики всяких узоров, ярких орнаментов, тем, что непосредственно, так как это скульптура, свет работает еще. Визуализация. Да, визуализация, то есть силуэты будут отбрасываться на стену и так далее. То есть правильно поставить. Да, поэтому мы очень рассчитываем на коллекцию все-таки Марии. Вы можете, кстати, тоже интересный вопрос, ну, есть, например, художники, которые повторяют, там, Саврасов, по-моему, 20 картин написал, «Грачи прилетели» в различных вариациях. Вы можете этот светильник в нескольких вариациях повторить? Или он у вас один-единственный и все? Ну, если бы такую задачу вам поставили. Я бы не стала повторять. Да, то есть это и в единственном экземпляре. Единственный экземпляр. То есть ручная работа. Хендмейт, как говорил наш преподаватель. Потому что ни одна работа не предполагает того, что ее будут повторять. Потому что она единственная. Она не должна идти на какое-то производство. Ага. То есть вы пока себя рассматриваете как художник, а пусть копируют уже специально подготовленные люди. Молодец. Это правильный подход. Но я так понимаю, о дипломе пока речь не идет, но у нас находится здесь Василина Анатольевна. А какие дипломы бывают? Чего показывают ваши выпускники? На самом деле разнообразные. Я рассказала лишь про керамическое отделение. У нас еще живописное отделение, где ребята предоставляют иногда серию работ. Иногда это одна работа на формате А2 живописного отделения. Значит, это работу АНИМ. А два это вот так? Да. Ну, 50 на 70 фактически. А4 это наоборот маленький лист. А один еще есть? Да, это меньше ватмана, то есть 50 на 70 в раме с паспарту, работа эта пишется полгода. То есть это заблуждение, что картины можно написать за два дня и так далее. То есть это больше быстрый этюд, но все равно специалисты всегда видят. Это что касается живописного отделения. Иногда наши дети, которые обучаются в принципе на живописном отделении, могут даже выбрать сделать графику. И графика интересна. У нас преподаватели по рисунку замечательные. Это Татарина Ивановна Михайловна, Борисова Елена Феликсовна и многие другие. Они занимаются линогравюрой на дипломе. Это очень интересная графическая техника. Тоже многоступенчатая, скажем так, потому что дети создают эскиз в размер. Сначала маленький эскиз, потом эскиз в размер. Далее они переходят к линолеуму. То есть это определенная основа. И работают со специальными резцами разной формы, вырезая именно сам силуэт на линолеуме. Дальше уже предоставляется основа. Но каждый этап работы предусматривает свои нюансы. То есть, например, мы на данном этапе перевода картинки с линолеумом работаем с алюминиевой ложкой. То есть дети учатся правильно продавливать линолеум, чтобы сделать отпечаток. А я сейчас вдруг вспомнил, как мы чеканку делали. Знаете, как, Мария? Чеканки у нас нет, но вот прям... Зубную пасту видели? Вот в советское время зубная паста была такая, железная. Вот она заканчивается, мы ее разрезали, и с другой стороны, получается, была металлизированная часть. И мы чеканку делали. Вот такая у нас была суровая молодость. Ну, серьезно, мы завершаем нашу программу. Мария, вот обратитесь ко всем совсем еще молодым девчонкам и мальчишкам. Посоветуйте, приходить или не приходить. Приходите. Приходите и вообще не пожалеете. Вот видите, коротко и ясно. Мария Бегут, ученица детской художественной школы городского круга Люберцы и Василина Анатольевна Подшиваленко, преподаватель. Мы понимаем, что очень много направлений. У вас есть выбор, есть возможность сейчас записаться и еще дополнительный набор. Спасибо, что пришли. Вам успехом. Ждем лампу, он же светильник, он же фонарь. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова